Привет! С вами любимая рубрика Стопкора «Топчик», в которой мы рассказываем о самых интересных новостях за последнюю неделю. Хочу выразить огромную благодарность зрителям за активное участие в обсуждениях к прошлому выпуску. Я обязательно приму ко вниманию ваши замечания насчет неверных ударений, а также слишком активной жестикуляции. Делаю все, чтобы вам нравились наши выпуски. Итак, поехали! В Новоселецком медицинском колледже в день вручения дипломов на преподавателя, а по совместительству зауча, вылили ведро нечистот. А теперь посмотрим на ситуацию с двух сторон. Одна сторона – это низкая зарплата, преподавателей. Другая сторона – обиженный родитель ученика. Вопрос, кто прав, а кто виноват в этой ситуации? Пишите в комментариях. Но, как бы там ни было, лично мне, женщину, ну прям очень жалко. Юлию Тимошенко засмеяли в Верховной Раде после того, как она заявила, что не питает совершенно никакой любви к олигархам. Ее выступление насмешило коллег в тот момент, когда в парламенте принимали законопроект об олигархах. Поддержало его 275 народных депутатов. Против выступили ЕС, «Голос» и «Батькивщина». Эта ситуация мне очень напомнила известный мем с Аваковым. «Алё, Арсенчик, дорогой, закрывай все наши автоматы». «Алё, да, Арсен Борисович, слушаю, сегодня все обязательно закрою». Не, ну реально, на самом деле комичная ситуация – это как смотреть в зеркало и говорить самому себе «Ненавижу тебя, ты брёванный олигарх». Вот, ну в общем, такое. Тимошенко сама себя подставила. А теперь хорошая новость для тех, кто давно мечтал побывать в США. Декоммунизация всем порядком надоела, и сейчас на хайпе американизация. И не это речь идёт не о модных футболочках и кроссовочках. В частности, ПГТ Новгородское в Донецкой области конституционным большинством решили переименовать Нью-Йорк. За возвращение посёлку исторического названия, каким оно было до 1951 года, проголосовал 301 нардеп. Возможно, вы могли подумать, что американский город-миллионник одолжил название у украинского ПГТ. Но на самом деле это не так. Нью-Йорк настоящий, был основан в 1624 году, а уже при совке почему-то решили позаимствовать его название. Возможно, у них были большие планы на развитие города, но, видимо, не так сталося, як гадалосься. В общем, Нью-Йорк хотите? Пожалуйста, виза не нужна, платить за неё не нужно, и причём стопроцентная гарантия попадания. Друзья, напоминаю, если вы хотите, чтобы какая-то новость попала к нам в топчик, пишите мне в Инстаграм, и, возможно, мы поделимся вашей новостью с нашими зрителями. Фаната, который избил болельщика с российским флагом, задержали. Сам потерпевший Денис Смоленский заявил, что пришёл на украинскую трибуну вовсе не для того, чтобы устраивать провокации, а чтобы поболеть вместе со своим приятелем из Украины и другом из Польши. По словам пострадавшего, он ещё не решил, будет ли предъявлять какие-то претензии хулигану. «Того, кто напал, арестовали. Я пока не думал, что буду делать. Даже с мамой не разговаривал об этом», — сказал Смоленский в интервью РТ. Ну, вообще он так всё поставил, что он тут не при делах, бедненький такой потерпевший. Но на самом деле вопрос — это провокация, либо глупость, или наивность. Потому что это то же самое, если бы овечка пришла в стаю волков и наивно полагала, что будет вместе с ними быть на Луну. Ну, правда. В Одесском СИЗО подростков заключений будут обучать киберспорту. Таким образом их хотят социализировать, помочь отвлечься от дурных поступков и, наконец-то, найти смысл жизни. Прямо всё то, что нужно для меня. Социализироваться, найти смысл жизни и отвлечься от дурных поступков. Например, неправильных ударений. Приставки поставят прямо в камеры, а тренинг будет приходить раз в неделю и обучать их азам гейминга. После отсидки ребята смогут участвовать в местных турнирах. А теперь интересно, что именно происходит в этих играх. Как раз-таки кровь, стрельба, там, не знаю, в GTA, там, машины угонять. Чему, на самом деле, ребята смогут научиться в играх? Ну, я, опять же, не геймер, поэтому, не знаю, может быть, они будут интерактивно нюхать цветочки. В целом, неплохой способ, как минимум для того, чтобы уйти от суровой тюремной реальности. Тиктокеры уже настолько всех достали, что даже маленькие дети начинают взывать о помощи, возможно, надеясь, что к ним придут представители социальных служб и накажут мамку-тиктокершу. В частности, «помоги мне» – именно такими стали первые слова дочки-тиктокерши под никнеймом «шавна-анье». По словам девушки, она ожидала от дочери слов «мама» или «папа», но в итоге младенец жалобно произнес «хелп ми мама». Пользователи соцсети подтвердили, что они тоже слышали именно эти слова. Надеюсь, что после этого горе-мать задумается о том, что она делает не так, и, возможно, нельзя показывать грудничку постоянно экран телефона. Вообще, по-моему, даже до трех лет это не рекомендуется. Такие новости были на этой неделе. Если понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Если не понравилось, то будем рады услышать ваше мнение. Прекрасных выходных! Пока!